Сегодня почти тысяча компаний бойкотируют рекламную платформу Facebook. Зачем? Они требуют от Facebook проводить цензуру против президента и его избирателей. Запретить консервативные новостные организации, чтобы только те издания, которые подконтрольны левым, могли решать, что новость, а что нет. В любом случае, это большинство, ведь в Америке остается лишь одна медийная компания, последовательно выражающая несогласие с позицией левых. Это канал, который вы сейчас смотрите. Как вы думаете, что они планируют сделать с Fox News в случае своего прихода к власти? Можете себе представить, мы им мешаем. Итак, эти люди не либералы, мы их так называем, но это неправильно. Они не мнут себе пальцы, гадая, что им делать дальше, как ваша чудаковатая учительница в пятом классе, носившая сандалии и ездившая на Вольво со стикером «Спасите китов». Нет, они не сентиментальны, это приверженцы тоталитаризма. Они точно знают, чего хотят. Они не мнут себе пальцы. Они хотят власти, и они знают, как ее заполучить. Почему столь многих сейчас увольняют за абсурдно мелкие проступки? Лайкнул не тот твит, прокомментировал не ту запись, случайно сделал не тот жест рукой. Почему это происходит? Все просто. Чтобы устрашением заставить нас остальных повиноваться. Лучше нам этого не говорить. Мы тоже можем пострадать. Такой урок мы извлекаем, глядя, как людей вокруг нас увольняют, как им ломают жизни за очень незначительные действия. Это говорит нам о том, что люди вокруг Джо Байдена, а именно они все это творят, правят с помощью страха. Они правят не по согласию сторон, как должно быть в этой стране. На самом деле они и есть настоящие враги демократии. Ваше мнение им не важно. И на случай, если мы, остальные, не понимаем сути происходящего, они предпринимают все усилия, чтобы вести уголовную ответственность за самооборону от их агрессивных толп. Вы не можете нам сопротивляться, иначе мы отдадим вас под суд. Окружной прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер угрожает арестом Марку и Патрисии Маклоски за то, что те осмелились защищаться от агрессивной толпы, угрожавшей убить их. От толпы избирателей демократической партии. Из них делают преступников. Вот зачем левые хотят упразднить полицию. Они не упраздняют правоохранителей. Они заменяют их политически подкованными дружинами вооруженных социальных работников, выпускников кафедр психологии и этнографии, то есть послушными избирателями демократической партии. Там, где полиция еще существует, они хотят запугать вас настолько, чтобы вы не решались ее вызывать. В Сан-Франциско супервайзер Шамон Уолтон внес законопроект о предостережении от расовых злоупотреблений в якобы неотложных ситуациях. Сокращенно, Карен. Забавно, если вдуматься, закон, который, как нам говорят, направлен против ненависти, с расовым ругательством вместо названия. Согласно законопроекту, обращение в правоохранительные органы на основании, цитирую, расовых предрассудков, считается преступлением на почве ненависти. Как именно будет применяться данный закон? Вызовите полицию, потому что вы напуганы по большей части мирными протестующими, которые грозятся вас убить. И вы преступник. День ото дня. Либерализм испаряется, и солдаты левых, называющие себя либералами, детьми просвещения, строем встают на защиту очевидной узурпации. Только сегодня. Основатель Vox.com Эзра Кляйн, которого левые считают интеллектуалом, объяснил в Твиттер, почему свобода слова это на самом деле очень плохо. Цитирую. Многое из того, что поддается как дискуссия о свободе слова, на самом деле завязано на власть. И это большая власть, возможность присвоить и удерживать мантию защитника свободы слова. О, мы видим, к чему ты клонишь. На самом деле Эзра Кляйн здесь наполовину прав. Свобода слова определенно связана с властью. С властью людей, которые не стоят у власти. Люди вроде Эзры Кляйна хотят ограничить чужую свободу слова, чтобы иметь больше власти. Если они могут предписывать, что вам нужно говорить, на самом деле они предписывают, во что вам разрешено верить. Не ваш рот они контролируют. А ваше сознание глубже этого контроля не бывает. Всякий, кто дает вам подобные указания, должен внушать вам ужас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова